Продолжение следует... Так что вот вещи очевидно связаны. Почему? Ну, потому что интегралы, естественно, мы считаем вычетами. Так или иначе сводим к этому. Ну, либо параметризации контура, ну тогда вообще просто по определению все сводится к вычислению значений функции. А если вычетами, то все сводится к вычислению вычетов у ветви. Ну, а вычисление вычета – это вычисление коэффициента ряда Лорана, который так или иначе сводится к вычислению каких-то значений. Давайте начнем, и станет видно. Станет все понятно. Так, начнем просто с вычислений вычетов для того, чтобы вспомнить, как это, собственно говоря, делается. вычет в нуле. Ну, вот самый первый пункт возьмем. Вот так. Это номер 21, 12, 1. Ну, видите, вычисляется вычет у функции, в принципе, многозначной. Сначала давайте разберемся, о чем идет речь, что имеется в виду под этой задачей. Имеется в виду следующее. Вот есть комплексная плоскость. Вот есть точка 0. Берется проколотая окрестность этой точки. Берется проколотая окрестность. И в этой проколотой окрестности функция распадается на голоморфные ветви. Ну, точнее, скажем так, она должна распасться для того, чтобы задание было корректно поставлено. И вот у этих ветвей мы вычисляем вычеты. У этих ветвей мы берем вычеты. Ну, понятное дело, что раз ветвей несколько, все они, в общем-то, разные функции, ну, то и вычеты разные, наверное, должны быть. Значит, ответы будут свои для разных ветвей. Значит, вот в этом номере задание такое. Для всех ветвей. Для всех ветвей. Ну, какой здесь алгоритм действия? Первое. Первое вы должны на всякий случай проверить, что действительно в этой проколотой окрестности функция, многозначная функция, распадается на голоморфные ветви. Давайте подумаем. Вот мы тут видим логарифм. Какая точка для логарифма является особой? Особой вот для этого. Минус один, да. Если окрестность маленькая, то минус один, она где-то вот здесь вот лежит, вне окрестности. Ну, и стало быть, для логарифма один плюс z, вот если отдельно посмотреть на функцию логарифм один плюс z, мы видим, что это односвязная область, без особых точек. По теореме о монодромии функция распадается на голоморфные ветви. Ну, мы их можем и явно там выписать через аргумент числа один плюс z. А потом уже эти ветви подставляются в дробь. Ну, и понятно, там, арифметические операции с голоморфными функциями дают вам мераморфную функцию, в принципе. Может возникнуть полюс из-за деления на 0. Ну, если все правильно поставлено, то стало быть, ну, мало ли какие тут будут операции, ну, сейчас будут простые, там, всякие дроби в основном. Ну, у дробей что может возникнуть? Только 0 в знаменателе. Только 0 в знаменателе. Ну, хорошо, хорошо. Вот это вот первая мысль, которую нужно обдумать. Все-таки не делайте на автомате, конечно, ну, можно доверять составителям, что все нормально, ветви есть, все определено. Но, тем не менее, советую быстренько в голове прокрутить. Хорошо, все. Ветви есть. Кстати, сколько их? Счетное количество. Конечно, у логарифма счетное количество. Следующее, что вам нужно продумать. Вот в этой точке, про которую идет разговор, в данном случае про точку 0, что? Что это за точка для разных значений логарифма, для разных ветвей? Особая она, не особая, устранимая, полюс, существенная. Классификацию дайте вспомним. Ну, вот давайте подумаем, что вы скажете? Когда в точке 0 возникает особенность? Вот, видите, вот если мы подставляем z, равное 0, в знаменателе получается 4πi минус логарифм единицы. Если логарифм единицы естественный, да, ну, равен 0, то никакой особенности, собственно, и нет. Но все-таки иногда особенность возникает. А когда она возникает? Когда вот этот вот логарифм единицы равен 4πi. А такое ведь бывает. Значит, мы делаем вывод, что точка 0 – это регулярная точка, регулярная точка для всех ветвей, для всех ветвей, кроме одной. Теперь нужно ветви как-то занумеровать. Давайте вот так вот. Логарифм 1 плюс z. Удобно, конечно, в той же точке их и нумеровать. Вот 2πi и k. Вот мы их занумеровали. То есть, в общем-то, теперь мы можем сказать, у логарифма 1 плюс z вот это условие для каждого фиксированного k выделяет в круге одну из голоморфных, ну, одну голоморфную ветвь. Одну голоморфную ветвь выделяет. И вот номер k – это номер ветви. Ну, тут тогда можно приписать при k, неравном 2. Так, ну, тогда можно уже, наверное, начинать писать ответ. Если k не равно 2, то какой будет вычет? Если k не равно 2, 0 – регулярная точка. Какой вычет? 0. Хорошо. Да, вспомнили-таки. Если регулярная точка, то функция в ряд Тейлора там раскладывается. Значит, нет никакого минус первого коэффициента. Да? Вычет, это же минус первый коэффициент. Там в ряд Тейлора просто. Итак, 0, если логарифм 1 плюс z в точке z равное 0 равен 2π и k взят с k не двойкой. Ну, или давайте так, не равен 4π. Вот. Короче, запишем это условие. Если логарифм 1 плюс z не 4π. А если все-таки 4π, тогда возникает 0 в знаменателе и все-таки что-то считать надо. Что-то считать надо. Как вычет будем считать? Да. Формула. Формула для дроби. Давайте напомню ее. Числитель сохраняем, знаменатель дифференцируем. Для полюсов формула отличная. Ну, правда, для полюсов первого порядка, как мы помним. Ну, если полюс окажется второго порядка, мы сами это заметим, у нас будет деление на 0. Так что давайте попробуем. Попробуем. Значит, что мы? Числитель сохраняем. Знаменатель дифференцируем. z плюс 3, а тут минус 1 на 1 плюс z. и подставляем нолик. И все у нас замечательно. Наверху тройка, внизу минус 1, минус 3. Минус 3, если логарифм 1 плюс z в точке 0 все-таки равен 4π. ну и здесь вот там, где классификацию проводили, 0 регулярная точка для всех ветвей, кроме одной, можно дальше дописать. Для этой для этой ветви, то есть вот, если все-таки k равно 2, 0- какая особая точка получилась? Полюс какого порядка? Первого. Полюс первого порядка. Это, в принципе, нас не спрашивают, но давайте, поскольку мы с вами в одном флаконе для ускорения пропускаем тему классифицировать особые точки для многозначных выражений, сразу вычеты считаем, то уж тогда давайте здесь вот дописывать и классификацию заодно проводить. Ну вот смотрите, какой красивый ответ. Вот все. Все расписали. Так. Давайте дальше. Вычет на бесконечности логарифма дроби z-1 на z-1. Итак. Речь идет про проколотую окрестность бесконечности. прокалывать ее нечего. Бесконечность у нас по умолчанию вырезана. Значит, просто про окрестность бесконечности. Ну, а окрестность бесконечности это внешность круга некоторого радиуса. радиус достаточно большой будем считать. Итак, вот мы работаем в такой вот области. Первое, о чем надо подумать, значит, вот четко идем по шагам. Первое. Правда ли, что функция там распадается на голоморфные ветви? Вот тут это было очевидно. Область односвязная. А тут для бесконечности это всегда требует некоторого обдумывания, потому что область всегда не односвязная. Есть путь, не стягиваемый в точку. Он, правда, ровно один. Ровно один путь, который в точку не стягивается. И надо подумать, почему при продолжении голоморфного аналитического элемента вдоль этого пути элемент не меняется. Вот представим себе, что мы взяли какой-то аналитический элемент, потащили его вдоль пути. Что будет происходить? Давайте тут вот сторончики нашу функцию распишем как разность логарифмов. Что будет происходить с первым логарифмом? Что произойдет с ним при продолжении вдоль вот этого пути? Да, я иду по часовой оставляя бесконечность по левую руку. Ну, так, хотя это нет. Да, значит, мы предполагаем, что радиус-то достаточно большой, то есть точка 1 она где-то вот здесь сидит, и точка минус 1 она тоже где-то вот тут внутри сидит. Значит, мы обходим вокруг точки 1, значит, z минус 1 обходит вокруг нуля, а мы знаем, что при движении по пути по окружности обходящей вокруг нуля значение логарифма меняется на 2πi, но в данном случае, поскольку у нас полярный угол относительно единицы убывает, то вот это вычитает 2πi при продолжении. Хорошо. Так, а второй логарифм? Тоже, он тоже вычитает 2πi, потому что все то же самое верно для точки минус 1. Но, поскольку там у нас разность, то разность не поменяется. Вот, все понятно. Значит, действительно, функция распадается на голоморфные ветви. Отлично. Сколько их? Счетная. Счетный набор. Следующее. Давайте подумаем. Бесконечность, что же это за точка? Классифицируем ее. Как ведет себя функция в окрестности бесконечности? Что скажете? Устранимая, да. Видно, что существует предел. Предел при z стремящемся к бесконечности логарифмы дроби. Это логарифм единицы получился. Логарифм единицы может открыться по-разному. 2πi собственно говоря, это и задает ветвь. Мы сразу еще и ветви занумеровали таким образом и убедились, что каждая ветвь имеет устранимую особенность на бесконечности. Отлично. Так. Имеет устранимую особенность. Сейчас попробую вас обмануть. раз особенность устранимая, то вычет нулевой. Нет. Почему? Для конечных точек, да. Если точка конечная особая и устранимая, то да, конечно, вычет нулевой. Потому что раз она устранимая, значит отсутствует главная часть ряда лорана, то есть ряд только имеет положительный, неотрицательный коэффициент индексы. Вот. А для бесконечности да, отсутствует главная часть ряда лорана, но это означает, что наоборот присутствует только с отрицательными, с неположительными индексами. Вот. И среди них c-1 спокойненько может быть. Вот его надо бы посчитать. Вот нам бы найти коэффициент при одной зетовой. При одной зетовой тут вот такой вот коэффициент. Вот. начало ряда лорана мы уже видим. Наша функция начинает раскладываться как 2π и k значения. Потом пойдет какой-то коэффициент делить на зет и так далее. Вот нам его надо поймать. Это нам он нужен. Как ловить будем? Как считать вычет на бесконечности? одно из двух либо заменить z на 1 на w переехать в 0 либо ввести разложение по степеням одной зетовой что в общем одно и то же разложение по одной зетовой ну давайте переедем в 0 и так w это 1 на z значит наша функция тогда превращается в 1 минус w на 1 плюс w и начнем раскладывать эту штуковину начнем ее раскладывать начнем ее раскладывать ну наверное например вот так вот начнем раскладывать значит как там у нас раскладывается логарифм 1 минус w кто помнит элементарное разложение в 0 пополам с минусом ну да а w w все я понял вас и все с минусом ну нам все не надо нам только w нужно поймать нам только одну z достаточно поймать значит какое там будет начало разложения минус w хорошо а здесь какое тоже минус w а дальше пойдут там слагаемые типа квадрата так а у меня вопрос мы же знали что все с 2 пи должно начаться а где он 2 пи к куда делся вот тут 2 пи к должно стоять начало разложения должен быть а потому что вы вспоминаете элементарное разложение для естественной ветви логарифма для которой логарифм единицы выбирается нулем ничего страшного достаточно в памяти держать именно это разложение для естественной ветви логарифма потому что все остальные получаются просто прибавкой 2 пи к вот но не забывайте значит 2 пи к ну вот элементарное разложение для логарифма логарифм 1 плюс x это там будет x минус x квадрат пополам плюс x в кубе на 3 и так далее вот это вот разложение оно для одной из ветвей логарифма для той ветви для которой логарифм единицы равен нулю если вы хотите разложить какую-то другую ветвь то просто приписывайте c0 логарифм единицы вот первое слагаемое нулевое слагаемое ряда это же логарифм единицы по формуле Тейлора значение функции вот хорошо готово готово ну и что скажете тогда какой ответ 2 2 ответ 2 коэффициент минус 2 но на бесконечности коэффициент берется с обратным знаком да значит 2 такой вопрос как же так ветви разные а вычет одинаковый ну да никто не сказал что все коэффициенты ряда будут зависеть от номера ветви вот нулевой зависит а следующий вот не зависит и кстати все следующие тоже явно от номера к не зависит вычет в единице z делить на 2 плюс корень из 5 минус z ветви выделяются ветви выделяются да какая особая точка у корня 5 5 и стало быть в односвязной области все выделяется сколько этих ветвей 2 да так давайте их занумеруем значением в точке корень из 5 минус z в точке z равно 1 что может быть плюс минус 2 плюс минус 2 да вот они две ветви заданы значением в точке так давайте подставлять давайте подставлять смотреть первая ветвь ну та которая плюс 2 что там за особенность в точке 1 нет там никакой особенности функция определена и равна 1 и четверти значит вычет тогда вычет тогда 0 0 если корень из 5 минус z в точке z равно 1 равен 2 потому что тогда точка просто регулярная так если минус 2 тогда полюс тогда полюс считаем вычет числитель оставляем знаменатель дифференцируем сколько получается 4 4 при вычислении корня мы помним что его значение равно минус 2 значит 4 ну и параллельно мы проверили что в этой ситуации полюс первого порядка так еще одну разберем или уже к интегралам переходим к интегралам хорошо к интегралам ну не сильно меняется потому что интеграл естественно вычисляется теоремой Каши о вычетах 22 0 4 ну то есть сначала и начнем первый интеграл по границе области дз 2 плюс натуральный логариф з плюс 3 область модуль з меньше 2,9 вопрос первый правда ли что в этой области функция распадается на ветви точка минус 3 лежит за пределами области за пределами области и стало быть функция логарифм з плюс 3 в односвязной области распадается на ветви ну а дальше просто дробь стало быть мы имеем право применять теорему Каши о вычетах потому что если бы не было распадения то непонятно а что мы собственно говоря интегрируем что стоит под интеграл хорошо применяем теорему Каши о вычетах где же там могут быть ведь все зависит еще и от ветвей могут быть особые точки внутри области минус 3 ну вот она не попала это хорошо а еще нет не всегда ну да смотрите ведь может же знаменатель в 0 обратиться такое в принципе может ведь случиться это особая точка ну только она уже изолированная особая точка однозначного характера минус 3 это точка ветвления для логарифма мы об этом еще не говорили но будем говорить вот а если знаменатель в 0 то полюс собственно говоря если знаменатель обратится в 0 у нас 1 делить на 0 бесконечность полюс так ну давайте посмотрим давайте посмотрим минус 2 z плюс 3 это e в минус 2 минус 3 плюс e в минус 2 так а попала ли в область эта точка попала e в минус 2 это ну где-то 1 9 1 8 да 2 и 7 где-то там в квадрате 2 даже 1 8 минус 3 плюс 1 8 в область попадает потому что 1 8 все-таки больше чем 1 10 вот она попала вот она здесь минус 3 плюс e в минус 2 хорошо а есть ли особенность вообще в этой точке у нас вот здесь вот все четко смотрите неэквивалентный переход применение экспонента это неэквивалентный переход ну да там несколько ветвей для одной из ветвей вот давайте посчитаем логарифм z плюс 3 вычислим его значение вот в этой точке минус 3 плюс e в минус 2 у нас получится что же у нас получится минус 3 плюс e в минус 2 что же у нас получится минус 2 это для естественной ветви а если другие ветви брать плюс 2 пика минус 2 плюс 2 пика так если k не если k не нулевое то все хорошо никакая это не особая точка и стало быть интеграл равен значит и нет особых точек нулю итак интеграл равен нулю если логарифм z плюс 3 вот в этой точке не равен минус 2 все k кроме нуля они дают нулевой интеграл а если все-таки равен если k равно 0 тогда возникает особенность интеграл чему равен какая там 2 пи на вычет да 2 пи на вычет в точке нашей дроби стандартным образом считаем числитель сохраняем знаменатель дифференцируем точку подставляем у меня тут место кончилось точку подставляем что получается 2 пи забыл 2 пи что получается 2 пи делить на е в квадрате вот такой ответ в этой ситуации 2 пи на е в квадрате если логарифм z плюс 3 вот в этой точке равен минус 2 вот так для одних ветвей одно для других ветвей другое ветви разные функции разные интегралы у них разные для некоторых нули совпадают вот иногда не ноль так интеграл по границе области арктангенс z делить на z область модуль z больше двойки так посмотрим как вы функцию арктангенс помните ли какие особые точки это у тангенса пи пополам плюс пика близко почти почти правильно плюс-минус и плюс-минус и у арктангенса особые точки у арктангенса особые точки плюс-минус и потому что арктангенс ну например это следует из явной формулы это 1 делить на 2 и логарифм 1 минус и z на 1 плюс и z или лучше даже я на и домножу числитель и знаменатель напишу вот так вот и плюс z и минус z вот ну и сразу видно что да вот точки плюс-минус и у арктангенса они конечно особые так ну плюс-минус и к счастью в нашу область не попали еще еще какие точки особые у подинтегральной функции еще 0 ну скажем так 0 иногда особо иногда нет но в общем не будем дальше разбираться он тоже в область не попал еще ну и бесконечность да бесконечность она же всегда особая вот это нас не интересует нас интересует только бесконечность а у меня такой вопрос бесконечность классифицируйте ее для подинтегральной функции что это за особенность там в бесконечности устранимая всегда устранимая видно что арктангенс при z стремящемся к бесконечности имеет вполне конкретный предел да арктангенс на бесконечности это 1 на 2 и логарифм минус единицы логарифм минус единицы это и пи плюс 2 пи и к делим на 2 и получается пи пополам плюс пи к к произвольное целое число то есть у арктангенс вполне конкретный предел на бесконечности ну а функция вообще к нулю стремится да тогда хорошо ну и что же значит итак 2 пи на вычет в бесконечности и чему же равен этот вычет коэффициент при одной из этого в разложении какой будет ну по-моему он виден явно а при одной из этого пи пополам плюс пи к мы арктангенс собственно говоря начинаем раскладывать в ряд Тейлора да ну лорана хорошо на бесконечности да лорана конечно вот начинается этот ряд с числа арктангенс бесконечности а дальше пойдут там 1 делить на z но они нам не нужны нам нужен коэффициент при одной из этого под интегральной функции а у этого есть арктангенс бесконечности но только со знаком минус да не забываем сменить знак минус 2 пи и арктангенс бесконечности в принципе можно вот так вот и оставить или прописать что арктангенс на бесконечности вот может быть равен любому из этих значений минус 2 пи на пи пополам плюс пи к где к любое целое число какая ветвь такой и вычет все зависит от номера ветви здесь так сейчас я попробую вас запутать на вещественной оси мы отлично знаем график функции арктангенс вот он и какой предел на бесконечности пи пополам или минус пи пополам при каком к мы получаем естественную ветвь арктангенс запутал запутал задумались не при каком графики наших ветвей у нас ведь область видите она дырку содержит если мы будем рисовать график на вещественной оси мы должны пропускать отрезок от минус 2 до 2 и кто нам сказал что вот эти две ветки они будут вот так выглядеть а они не так будут выглядеть вот например график ветви при k равном 0 вот он при k равном 0 график на вещественной оси вот такой ну это следует из того что мы понимаем что значение арктангенса комплексного взяты с периодом берутся с периодом пи и раз уж k равное 0 то предел должен быть и пополам ну тогда однозначно восстанавливаются рожки слева и справа вот это вот график ветви на вещественной оси при k равном 0 вот так вот то есть нету здесь естественной ветви не получается ее построить хорошо так там перерыв не пора делать через через 5 ну тогда еще одну успеем интеграл по границе области dz делить на корень из 4z квадрат плюс 4z плюс 3 область здесь модуль z больше 1 а мы в предыдущей задаче не обсудили почему ветви выделяются во всей области ну ладно уж проехали так область это не односвязная внешность круга ну из этого представления видим да разность логарифмов и как в одной из предыдущих задач так хорошо но давайте здесь обдумаем почему у корня из 4z квадрат плюс 4z плюс 3 выделяется ветвь точнее распадается на две ветви область ведь не односвязная почему при продолжении по контуру значение элемента не изменится да давайте на скобочки разобьем какие там скобочки будут 4z я там не знаю нужно корни считать в уме не могу там они еще какие-то комплексные есть минус 1 вторая плюс минус и на поделить на корень из двух хорошо Ну, значит, тогда 2z плюс 1 плюс и корни из 2, и 2z плюс 1 минус и корни из 2. Вот они, эти корни. Они лежат вот здесь тогда. Вот. Внутри круга, да, видите? Там 1 четверть плюс 1 вторая, это меньше единицы, модуль числа. Так, ну и что же происходит? Два раза меняется знак. За счет первого корня и за счет второго корня. Каждый из них обходит вокруг нуля, и стало быть, каждый меняет знак, и, значит, функция в результате не меняется. Отлично, значит, голоморфная. Значит, мы просто применяем немедленно теорему Каши. Какая особая точка попала? Все уже видно. Бесконечность, да, конечно, бесконечность, а других тут и нет. Ну, вот есть вот эти вот две, вот они. Ну, они не попали. Вычет в бесконечности единица на корень из 4z квадрат плюс 4z плюс 3. Тоже пристальным взглядом виден коэффициент при одной z. Ну, вот, на вторая. Да. То есть πi, если корень из 4z квадрат плюс 4z плюс 3 ведет себя как 2z, при z стремящемся к бесконечности. А вторая ветвь какая? Минус. А, минус, да. Спасибо, знак забыл поменять. Или πi, если корень ведет себя как минус 2z, при z стремящемся к бесконечности. Да. А вот скажите, пожалуйста, опять, на вещественной оси, вот у этой функции, она же на вещественной оси положительная, правильно? Вот, 4z квадрат плюс 4z плюс 3. Она же положительная на вещественной оси. Положительная. Значит, у нее график должен быть вот такой. Тогда вопрос, что означает вообще вот это вот ведет себя как 2z? Ну, хорошо. Вот, предположим, здесь асимптота будет 2x. Но здесь-то она точно не сможет быть асимптотой. Тут тогда будет асимптота минус 2x. Да, опять, из-за того, что у нас есть дырочка, вот здесь вот, от минус 1 до 1. И вот левый рог, он другой. Левый рог другой. Он связан вот с минус корнем. То есть, наша функция выглядит для нас вот несколько странно. Два рога. Корень на положительной полуоси открылся с плюсом, а на отрицательной с минусом. Вот она получилась первая ветвь. Хорошо, перерыв. Ну что, давайте дальше. Так. Немножко, немножко попроще сейчас будут задачи. Сейчас будем считать интеграл для какой-то конкретной ветви. Не для всех возможных, а для какой-то одной. Это, конечно, обычно попроще. Следующий номер. Ну вот, опять же, пускай самый первый. Интеграл по границе области. Вот такая функция. Область. Модуль Z меньше 1,2. Ветвь. Ну, тут корень. Корень из Z минус 1 в точке 0 выбирается равным i. Смотрим. Смотрим. Вот тут единичка. Особая точка для корня. Но она не в области. Стало быть, ветви выделяются в односвязной области. Ну вот, одну из них взяли. Теперь ее надо проинтегрировать. Какие там особые точки? 0, конечно, за счет деления на синус Z. Вот тут вот 0 особая точка. Ну, кроме того, у синуса там еще другие всякие есть. Пи, минус Пи. Но они в область не попали. Ну, еще чисто теоретически может вот эта скобочка обратиться в 0. Корень из Z минус 1 равно минус 2. Z равняется 5. Ну, тоже в область не попало. Значит, только 0. 2 Пи на вычет в нуле. Посчитайте сами, какой будет вычет. КОНЕЦ Почти. От корня ничего не осталось. Там от корня должно что-то еще. 2 плюс i, да. 2πi на 2 плюс i. Да, вот так. Хорошо. Ну вот, какой бы еще взять? Давайте вот такой. Интеграл по границе области. z плюс 2 делить на 2πi. Вычесть натуральный логарифм 1 плюс z. Область. То есть, модуль z минус 2 меньше 5 вторых. Ветвь. Ветвь логарифма задается условием. Вот так. В точке e минус 1. Ну да, если подставлять e минус 1, там получается логарифм e. Логарифм e это, в принципе, единица. Ну, дальше может быть 2π и k прибавлено. И вот k взяли минус 1. Вот так. Так, смотрим. Вот, вот, двойка. 5 вторых это 2,5. Значит, вот он круг. Вот он. Так. Точка минус 1, которая особая для логарифма, не попала в круг. Значит, в круге выделяется ветвь логарифма. И вот ее выделили. Тут вот такая вот точка. Где она? Вот тут. e минус 1. Вот лежит такая вот точка. В этой точке выделили ветвь. Так. Ну, какие особые точки попали в круг? Какие особые точки попали в круг? То есть логарифм равен 2π. Ноль. Ну, вот вопрос. Точка ноль. Она действительно особая или нет? Какое все-таки значение принимает логарифм в этой точке? Минус 2π. Правильно. Минус 2π. А почему, как вы догадались? Ну, потому что вот здесь вот, да, вот это вот k равное минус 1 выбрано, но оно выбрано в другой точке, да? Точка ноль вот здесь. Ну, однако, если мы по определению, мы вообще должны провести аналитическое продолжение по вот этому маленькому пути. Ну, понятное дело, что раз мы идем по полярному лучу, направо, ну, если отсчитывать полярные лучи от крестика, от минус 1, мы идем по полярному лучу. Вот, а раз мы идем по полярному лучу, то, стало быть, аргумент не меняется. Ну, вот, значит, минус 2π, как было, так и осталось. Отлично. Ну, и какой же ответ? Ноль. Это никакая не особая точка. Мы хотели бы, ну, или не хотели бы, но, в общем, мы проверяли, особая она или не особая, но нет, она не особая. Уравнение было решено, была найдена точка ноль, но, как обычно в школе мы говорим, лишний корень. При проверке выяснилось, что это никакой не корень уравнения. Так. Интеграл по границе области, корень из z минус a, z минус b. Два параметра, a и b, комплексные параметры. А и b, какие-то комплексные параметры. Область. Модуль z больше, чем модуль a плюс модуль b. Ветвь выделена условием. Корень из z минус a на z минус b. g после деления на z стремится к единице при z, стремящемся к бесконечности. Ну, действительно, подкоренное выражение на бесконечности ведет себя как z квадрат. И вот корень из z квадрат вычислили как z. Давайте для определенности сейчас будем считать, что параметры у нас разные и что оба они не нулевые. Чтобы какую-то определенную картинку рисовать. Вот а, вот b. Вот так вот. Ну, мы уже обсуждали для такой же функции, почему выделяется ветвь. Не будем повторяться. Какая особая точка в области? Бесконечность. Да. 2π на вычет в бесконечности. Как будем считать вычет? Так, вот этого надо стереть. Место сейчас нам потребуется. Как будем вычет считать? Давайте сделаем замену. Логично. z это 1 на w. У нас вот такая вот функция получается. Корень из 1 минус a w. 1 минус b w. И все это разделить на w. И нам надо ее раскладывать в точке 0 сейчас. В точке 0. Так, вопрос. Кто помнит разложение для корня? 1. Так, 1. 1. 1. А w пополам. Да, следующий член. Какой там коэффициент следующий? 1 вторая на минус 1 вторая. Ага. И еще делить на 2 факториала. Значит, минус 1 восьмая. А квадрат, W квадрат. Вроде так. Но аналогично. Со вторым множителем. Теперь вот эти два разложения мы перемножаем. Давайте пока, чтобы слишком много в уме не делать, знаменатель оставим в покое. Перемножим. Что там будет? Диктуйте. Вот так, да? Так. Надо. Так. А, B на 4. Ага. 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 Минус А квадрат на 8. И еще минус B квадрат на 8. Так. Какой нам коэффициент нужен? Нам нужен коэффициент при одной зетовой. При одной зетовой, то есть при дубль В. Коэффициент при дубль В как раз вот отсюда рождается. Как раз квадрат нам нужен. Вот он коэффициент при дубль В. И не забываем сменить знак, потому что на бесконечности. 2Пи на А квадрат на 8 плюс В квадрат на 8 минус АВ на 4. Ну, там можно, наверное, подупростить немножко, да? Видите? Там полный квадрат. Если восьмерку вынести. Пи делить на 4 на А минус В в квадрате. Вот так вот. Красота. У меня вот какой вопрос. Мы как-то совсем проехали мимо выбора ветви. Писали себе, писали разложения. Мы вообще правильную ветвь-то посчитали? Ведь другая ветвь будет отличаться знаком. У нас писалось, что вот в двух кругах должны быть знаки. Угу. Как почти. Да. Вот момент выбора ветви вот здесь был пропущен действительно. Мы увлеклись рядами. Вот здесь плюс-минус за скобками. Но потому что вот эти вот разложения, которыми мы пользовались, они для естественных ветвей. Вообще-то здесь тоже надо писать плюс-минус. Плюс-минус. И при перемножении, соответственно, за скобками возникает плюс-минус. И тогда скобки раскрываются вот в такой вот ряд. Плюс-минус 1 на дубль В. Но вот мы знаем, что с плюсом надо брать. Функция эквивалентна Z на бесконечности. То есть первый член разложения должен быть Z. 1 на дубль В. Раз 1 на дубль В, значит, плюс надо брать. А раз плюс, значит, мы работали все это время с правильной ветвью. Хорошо. Ну, если А равно В, то, честно говоря, ничего интересного тут нет. то мы вообще-то интегрируем корень из квадрата. Вот мы с самого начала сказали, пускай они не равны. Тогда там вообще мы интегрируем голоморфную функцию, будет 0. Ну и наш ответ, кстати, дает 0. Так что можно вернуть теперь, убрать это ограничение. Если параметры нулевые, ну, один из параметров, пускай нулевой, то тогда точка А, скажем, равна нулю, тогда путь проходит через точку B. Модуль Z становится равно модулю А. И мы формально не можем применять... А, почему не можем? Можем. Ветвь выделяется, и только нужно обсудить, что корень непрерывен вот здесь вот, так сказать, обходя вот так вот на всякий случай по полуокружности, мы все равно применим теорему, и все верно. Так что от ограничений можно избавиться. Так, давайте еще один. Интеграл по границе области Z на корень из дроби Z минус А делить на Z минус B. И еще логарифм тоже дроби Z минус А на Z минус B. Ну вот, хватит. D, Z. Область. Модуль Z больше модуль А плюс модуль B. Такая же. Ветви, выделены условиями, корень стремится к единице. Ну, действительно, подкоренное выражение стремится к единице. И вот корень из единицы взяли с плюсом. Логарифм стремится к нулю. Ну, действительно, аргумент логарифма стремится к единице. И логарифм единицы взяли. Нулевой. Естественный выбор. Так, давайте опять будем считать, чтобы нам в голове не держать всех этих вещей, что А это не равно B, не равно нулю, и B не равно нулю. А так это какие-то параметры. Вот. Ну и все. Теперь надо считать интеграл. Где-то тут лежат А и Б. Мы интегрируем. Какая тут особая точка попала? Бесконечность. Да. Та же самая бесконечность. 2ПИ на вычет в бесконечности. З. Корень з минус А, з минус Б. Логарифм з минус А, з минус Б. Корень стремится к единице. Логарифм стремится к нулю. Множитель з стремится к бесконечности. В принципе, предел у нас неопределенность. Бесконечность, умноженная на ноль, получается. Ну, наверное, так логично предположить, что раз тут первая степень, то у логарифма там будет 1 делить на z, и это как-то неопределенность раскрывается. В общем, видно устранимая там особенность. Ну, это мы сейчас сами увидим. Как вычет будем считать? В ряд, да. Ну, нам снова замену сделаем. В ноль переедем. Удобно ряд в нуле писать. Давайте. Переезжаем в ноль. z это 1 на w. w это 1 на z. Переезжаем. Так, напишу 1 минус a w в 1 второй, 1 минус b w в минус 1 второй, логарифм 1 минус a w, вычесть логарифм 1 минус b w. Ну, я готовлюсь к разложению в ряды, как видите. Так, корни мы уже раскладывали. Повторим. 1 минус a w пополам. Минус там был, 1 восьмая я забыл. Минус, да? a квадрат w квадрат на 8 и так далее. Так, 1 минус b w, вот тут вот в минус 1 второй степени. Значит, другой ряд будет. Какой он там будет? Ну, понятно, что 1, а дальше? Плюс тогда будет 1 вторая. А следующий какой будет коэффициент? Так, минус 1 вторая на минус 3 вторых – это 3 четверти. Делить на 2 факториала – это 3 восьмых. И поскольку в квадрат возводим с плюсом, да, плюс 3 в квадрат, w квадрат на 8. Так, логарифмы. Логарифм 1 минус a w. Минус a w. А дальше? Какое там слагаемое? Минус a квадрат, w квадрат пополам. Аналогично с этим. Так, теперь все, 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 вот это надо подставлять. Я сразу пытаюсь перемножить в уме. 1, потом вот эти. Вот так вот. Потом вот эти, эти и вот эти. Но это в уме тяжело. 3 в квадрат на 8. Так вот. Минус a b на 4. Вы следите, да? Я могу ошибиться. Минус a квадрат на 8. Так. Теперь логарифмы. Здесь попроще, они вычитаются. Вот это. И вот это. Вот так. Теперь еще все вот это надо перемножать. Вот это, ну вот это. b минус a в квадрате пополам на w квадрат. И вот отсюда w квадрат возникает. Все. А этот не нужен оказался. Он дает третью степень. А нам нужна, как и в прошлой задачи, вторая. Потому что 1 на w вносится в скобки. И получается коэффициент при w. А коэффициент при w это и есть коэффициент при одной z. b минус a плюс, ну что, упростим, b квадрат. А квадрат пополам сократится, а b квадрат наоборот сложится. b квадрат. Минус 2а в квадрат пополам это минус а в квадрате. Так. Продумываем ветви. Правильно ли мы выбирали? Здесь взяли единицы, то есть в пределе будет единица. Как и должно быть. Здесь логарифм единицы взяли нулями, чтобы в пределе скобочка стремилась к нулю. Как и должно быть. Ветви правильные. Значит, мы все посчитали. Вот он коэффициент при одной z. И меняем его знак. Получаем ответ. 2pi. Давайте b за скобки вынесем. Тогда там будет a минус b. Ну что? Ничего не испортил я? Я не ошибся. Следили? Так. Давайте посмотрим в ответ. Все-таки много чего было. 2pi на a минус b и на b. Ну вот. Все правильно. Все правильно.